Я сейчас докажу формулу n плюс 1 в степени n минус 1. Поняли? Да. Когда у нас не обязательно упорядочное. То есть вот здесь мы смотрели, когда последовательность не убывает, а вот сейчас пусть последовательность любая. Для того, чтобы это сделать, я вернусь к первоначальной задаче. Как у меня была устроена стенд. 1, 2, 3, 4, ну и n место. И они были так вот, места для машин. Вы вспоминаете? Вы вспоминаете? Ребята, и что у нас происходило с машиной, которая вот сюда вот заехала, и для нее нет места? Она куда-то там падала в пропасть, да? Отлично. А вот сейчас не будет пропасть. А я введу еще одно место. Назову его место номер ноль. А это как? Я нарисую автостоянку следующим способом. Я места автостоянки рисую вот таким вот образом. Зациклю автостоянку. То есть вместо того, чтобы была какая-то осумая штука, то ли падает в пропасть, то ли еще что-то, я просто сделаю, чтобы все было по кругу. И принцип будет такой. Машина начинает движение с интересующего ее места и движется против часовой стрелки. И сейчас я введу такое понятие. Место, которое остается свободным после того, как пять машин попытались встать. Смотрите, всего здесь сколько мест? Шесть? Шесть. Если у нас пять машин, то смотрите, какая будет история. Вот, например, одна машина хотела встать на первое место, какая-то на пятое, какая-то на нулевое, какая-то на второе, еще одна на второе. Вот такие пять машин. Как это будет? Встала на первое место, ставим галочку. Встала на пятое место, ставим галочку. На нулевое место, ставим галочку. Захотела на второе, встает на второе. Захотела на второе, оно уже занятое, встает на третье. Скажите, пожалуйста, какое место свободное? Четвертое. Значит, пишем здесь число четыре. Отлично. Жизнь не бывает. От нуля до пяти. Три. Два. Два. Один. Один. Три. Ноль. Так, и последний. Вы говорите? Ноль. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Отлично. Так, господа, теперь давайте быстро. Вот здесь вот это станет на первое место. Значит, на второе. После пятого места будет нулевое. Занятое. В результате какое место останется свободным? Третье. Третье. Здесь. Нулевое. Первое и пятое будут заняты. Потом еще четвертое место. Еще кто-то на четвертое. Опять третье место будет свободным. Так, здесь. То же самое третье место будет свободным. Здесь третий и четвертый будут заняты. Какое место останется свободным? Пятое. Здесь что? Четвертое и пятое. Первое место останется свободным. Для того, чтобы последовательность была правильной. Бесконфликтной последовательностью. Скажите, пожалуйста, какое число должно быть здесь? Ноль. Ноль, конечно. Вот все эти последовательности плохие. У нас нулевое место оказалось занято. А вот если здесь будет ноль, то наоборот это хорошее. Значит, если у нас есть вот такая вот штука, называется функция, которая пяти подряд идущим числам, ряда пяти, приписывает свободное оставшееся место, то оно должно быть равно нулю, для того, чтобы это была интересующей нас последовательность. А теперь вопрос. Сколько всего существует последовательности, где каждая от нуля до пяти, а длина последовательности очень просто. От нуля до пяти это шесть вариантов. Шесть вариантов на это место. Шесть вариантов на следующее, на следующее, на следующее. 1296. Нет. Не 1296. Это 1296 умножить на 6. Почему надо разделить это все на 6? А потому что нас интересуют не все наборы, а только те, где получится ноль. А почему я делю на 6? Потому что на самом деле на этой картинке все числа равноправны. Это просто круг, разделенный на 6 секторов. Ребята, и в общем случае ситуация ровно такая же. Мы рассматриваем последовательности длины n чисел от нуля до n. Таких последовательностей n плюс 1 в степени n в штуках. Но нас интересуют не все они, а только те, где остается свободное место именно ноль. Поэтому надо вот это разделить на n плюс 1. И получится такой ответ. Редактор субтитров А.Семкин